Сюжет этого произведения Известен весьма широко История, написанная Николаем Васильевичем В 19 веке, обрела долгую жизнь И актуальной остается по сей день Откликаясь современному зрителю Совершенно удивительным образом В репертуаре очень многих театров Постановка «Женитьбы» есть В ноябре к нам на фестиваль Приезжал спектакль «Женитьба» И волей-неволей я все равно посмотрел Какой-то кусок, фрагмент этого спектакля Но у нас своя история Свой стиль, свое какое-то оформление Какие-то правила, в которых мы существуем И все, что мы запланировали Именно с режиссером, с ребятами С моими партнерами Поэтому это такое наше У команды Рязанского театра драмы История звучит действительно по-своему С гоголевским мистицизмом, юмором Атмосферно и пронзительно Художник-постановщик Евгений Терехов Построил декорации в виде массивных шкафов и комодов Они создают некую атмосферу тайны, мистики Возможно, отсылают к глубинам подсознания каждого персонажа В котором хранится столько всего, облеченного автором Эта пьеса загадка И, насколько я знаю, ее никто не разгадал Просто все ставили фильмы, спектакли Которые никогда бы в жизни видел Они все просто как идут по тексту Мы попытались ее разгадать Как некую такую загадку Гоголя И, мне кажется, получилось Вот на мой взгляд Все, что там происходит за пьесой Все, с чего начинается Почему все это происходит Какие мотивы двигают этих людей Мы это все пытались разобрать, найти, выкопать из пьесы И, мне кажется, это получилось Анастасия Терехова создала костюмы воспоминания Не точную копию нарядов гоголевского времени Но стилизацию, погружающую в эпоху По словам Максима Ларина С помощью костюмов удалось передать атмосферу времени И провести нить к современности Для меня «Женитьба» — это автобиографическое произведение для Гоголя Я это узнал только, когда начал более подробно его изучать Я всю жизнь любил Гоголя Я читал несколько раз полное собрание сочинений Но никогда не изучал его подробную автобиографию И вот в работе над этой пьесой Это моя первая гоголевская пьеса в жизни Я, естественно, начал с его биографии И, как оказалось, эта пьеса — это автобиография писателя Фокус внимания зрителей — все три часа на игре актеров Которая оказалась бесподобной При этом сам текст Гоголя сохранен практически в первозданном виде Ну, это сама пьеса — анекдот Поэтому я думаю, что тут как ни крути, как ни ставь Сам текст Гоголя, он сильнее нас всех вместе взят Это Гоголь Если ты думаешь, что ты умнее Гоголя, возьми другую пьесу Все премьерные выходные дни в зале был полный аншлаг Не мудрено Поспешите, возможно, еще успеете приобрести билеты На 3 и 23 февраля или на 23 марта В эти дни спектакль снова сыграют на сцене Рязанского театра драмы Там нет другого трепового короля А король же нет Треповый король Значит, здесь Два Два Дни Можно погладить А можно я поглажу твою собаку? Чтобы попасть на крошечную сцену, вам предстоит пройти за кулисы Именно так новое сценическое пространство расположилось за шторками в холле театра Это не сцена в привычном понимании Здесь каждая постановка будет происходить в тесном взаимодействии со зрителями Под каждую постановку это пространство планируют трансформировать В общем, сплошное волшебство Мы должны найти подход к любому зрителю и должны его заинтересовать И в том числе и момент игры обязательно должен присутствовать Потому что это такой взаимообмен энергии И взаимообмен энергии именно такой театральный Это первые шаги человека в театре Постановки для малышей были в театре кукол всегда Но ставили их на малой сцене Здесь есть спектакли для зрителей от 4 лет Но очевидно, что родители приводят детей и младшего возраста Вот так и появилась необходимость создать отдельную сцену И особенный репертуар для тех, кому до Это мой первый опыт работы с таким маленьким зрителем Поэтому мне очень интересно Мы открываем новую сцену Я первый раз делаю такой спектакль Артист нашего театра Евгений Солушев Первый раз дебютирует как композитор У нас такое ответственное рождение происходит Очень нам интересно было работать И вот уже осенью мы будем делать здесь следующий спектакль То есть нас затянуло Для маленького зрителя речь и вербальное обращение Еще не является главным Он считывает язык тела, цвета, движение Такое немножко мультяшное существование Которое ему близко, потому что он узнает И поэтому, конечно, мы с пластическим режиссером нашим С которым мы все время работаем, Павлом Фроловым Естественно, выбрали такой именно стиль Не нарративно, а именно пластического театра Для бэби-спектакля В пятницу 2 февраля состоится премьера спектакля Тата и Слон К осени готовится еще одна премьера Про букашечек Вместимость зала до 40 человек Пространство и количество мест Будет трансформироваться под каждый спектакль Слон, слон, слон Я теперь, мой слон Ты мой друг Слон, ты куда? Слоны не ползают Слоны должны стоять Многообразие рассветов и закатов, снятых из окон рязанских многоэтажек, впечатляет Фото из разных районов нашего города Конкурсанты присылали свои работы с октября по ноябрь В декабре жюри провело открытое голосование, выбрав победителей и призеров онлайн-состязания Объединили фотоконкурс общей идеей То есть это должен был быть вид из окна Своей квартиры Либо там в гостях где-то То есть не выходя из дома Просто запечатлеть красоту города И этот снимок должен был быть сделан на закате или на рассвете Цель фотоконкурса – показать всю красоту природы из разных точек областного центра А еще приобщить рязанцев к творчеству Доказав, что каждый может стать настоящим фотографом Когда камера направлена на самые притягательные явления природы Я проживаю на улице Октябрьская И однажды, проснувшись рано утром, вышел на балкон и был поражен необычным зрелищем Решил сфотографировать Для себя я назвал эту фотографию «Природа что-то знает» Но вот Комсомольская правда решила назвать ее «Улыбка неба» У каждой фотографии своя история, но у всех у них есть одно общее Снимки спонтанные В моменте, когда небесное полотно становилось похожим на картину маститого художника-пейзажиста Это закат, сделана фотография вечером, естественно, из окна многоэтажки на улице Интернациональной Очень интересно мне показалась цветовая гамма Захотелось ее запечатлеть Перед этим буквально недавно смотрела работу американского художника Марка Ротко Где игра цвета, такие вот переливы, переходы из одного оттенка в другой И когда увидела, думаю, вот это на небе тоже можно соотнести как картину Кстати, за лучшие работы фотографы-любители получили призы от спонсоров Такой конкурс Комсомолка обещает сделать ежегодным Чтобы собрать еще больше удивительных красок рязанских пейзажей Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, Телекомпания «Город» Дмитрий Ефимов, Телекомпания «Город»